Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Только факты. Бобруйский подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Промышленный комплекс Бобруйска в первом полугодии обеспечил выпуск четверти объемов Могилевской области. Кто дал четкий месседж? Пристегните жизнь. В Беларуси проведут единый день безопасности дорожного движения. Дети от 5 до 12 лет должны перевозиться с помощью детских удержущих устройств. Когда? Болеем за наших. В Бобруйск-арене сразятся четыре команды МХЛ. Приглашаем всех поддержать нашу команду для того, чтобы наш кубок остался на Бобруйской земле. Что на кону. А также средняя зарплата, урожайный год и регулярный рейс. Белавия теперь будет летать в Индию. Почем билет? В Бобруйском грицполкоме подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Выполнены практически все показатели. Увеличились уровень средней зарплаты и объемы экспорта услуг. За пять месяцев в 11,5 раз возросла и чистая прибыль. Однако есть ряд нерешенных вопросов в строительной и промышленных сферах. С подробностями Ольга Васенда. В Бобруйском грицполкоме подводят итоги социально-экономического развития города за полгода. По многим направлениям специалисты отмечают положительную динамику. Чистая прибыль за пять месяцев возросла в 11,5 раз. Темпы инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 10%. Промышленный комплекс Бобруйска в первом полугодии обеспечил выпуск четверти объемов Могилевской области. Произведено продукцию на сумму 1,4 миллиарда рублей. Это 107,5% в фактическом выражении к аналогичному периоду прошлого года. Эффективно сработали по всем показателям Бобруйск-Сельмаш, завод биотехнологий и Бобруйск-Трикотаж. Отмечается рост экспорта услуг 114% при задании 102. Активно расширяет рынки сбыта Бобруйска-Громаш. Предприятие делает ставку на Африку и Азию. При этом ливийная доля поставок техники от косилок до пресподборщиков идет в Казахстан и Россию. Для обеспечения роста объемов производства в экспортных поставках в настоящее время проводится ряд мероприятий по достижению конкурентоспособной цены. В этом году значительно увеличилось финансирование и на капитальный ремонт жилфонда. Если в прошлом Бобруйске отремонтировали 14 многоэтажек, в этом в планах 21. Отдельное внимание и строительной отрасли в 2023 в городе ввели в эксплуатацию более 8,5 тысяч квадратных метров жилья. Квартирный вопрос благодаря господдержке решили около 13 многодетных семей. Я хочу обратить внимание, что в 2023 году для военнослужащих и приравненных к ним лиц в рамках государственной инвестиционной программы планируется построить 198 квартир общей площадью 12 тысяч квадратных метров на общую сумму более 23 миллионов рублей. Что касается экономики страны в целом, в первую очередь хорошо сработала промышленность за счет продукции, машиностроения, электрооборудования и микросхем. Устойчиво работают сельское хозяйство и транспорт. Россия остается для Беларуси ключевым рынком. Все планы союзного государства реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось. Растет взаимная торговля. Вместе с услугами цифра приблизилась к 45 миллиардам долларов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Один щелчок и спасенная жизнь. В Беларуси пройдет единый день безопасности дорожного движения. Сотрудники ГАИ 28 июля проведут профилактические рейды. Усилят контроль за использованием инерционных ремней и перевозки пассажиров. Особо вниманием самым маленьким. Только в этом году в Бобруйске произошло 20 аварий. 22 человека получили травмы, 2 погибли. К слову, пристегнуты они не были. Дети от 5 до 12 лет должны перевозиться с помощью детских удерживающих устройств, бустеров, специальных подушек для сидения и дополнительных сидений, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. ГАИ рекомендует в сложных погодных условиях водителям выбирать безопасную скорость, учитывать состояние проезжей части и видимость, избегать резких манеров. Пешеходам же следует быть предельно внимательными при пересечении дороги и обозначать себя свето-возвращающими элементами. Лидирующие позиции, внутренний экзамен и приятный бонус. В Беларуси с августа увеличат пособие по уходу за детьми до 3 лет. Насколько? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Средняя зарплата снова бьет рекорды. По данным Минэкономики, в июне по сравнению с маем она выросла на 66 рублей до 1927. В реальном выражении по итогам полугодия рост на 7,4%. Лидирует Островецкий район Гродненской области – 2750 рублей. Это связано с размещением в регионе БелАЭС. Второе место у Минска замыкает тройку Солигорский район, где располагаются производственные мощности Беларусь-калия. В Беларуси складываются благоприятные условия для урожая картофеля. Уже сейчас около половины клубней достигли нормальной величины. По данным Минприроды, в ближайшее время не предвидится каких-либо радикальных изменений в погоде. Проблемы могут возникнуть только в случае, если растениям не будут оказывать должный уход. Наша страна входит в 20-ку крупнейших производителей овощей в мире и занимает 11-ю строчку. В Беларуси с августа увеличат пособие по уходу за детьми до 3 лет. За первого государства выплатят 651 рубль 35 копеек. На второго и последующих – 744,40. На ребенка-инвалида – 837,45. Действовать новые размеры будут до 31 января 2024-го. В этом году на поддержку 220 тысяч малышей выделено порядка 2 миллиардов рублей. В ВУЗах стартуют внутренние вступительные испытания. В Минобразовании уточняют, абитуриенты, которые поступают на условиях целевого договора, сдают один профильный предмет. Экзамен в практической форме проводится для специальностей, связанных с творчеством и физической культурой. Начало в 9 утра. Окончательный результат рассчитывается через среднее арифметическое. Белавия теперь будет летать в Индию. Первый регулярный рейс по маршруту Минск – Дели-Минск запланирован на 11 августа. Время в полете – около 7 часов. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 319 евро, в обе – 569. Белорусам необходима виза, получить ее можно в посольстве за несколько дней. Паритетный подход и для гостей, которые въезжают в нашу страну из Индии. Технологии будущего. Около 4 тысяч горожан оформили биометрические документы. Для пользования внутри страны предусмотрена ID-карта. На ней указаны FIO, дата рождения, гражданство, пол, идентификационный номер. С обратной стороны размещен чип-модуль. Для выезда за границу применяется биометрический паспорт. Такие документы имеют значительно большую степень защиты, чем старого образца. Помимо цифровой фотографии, у них имеются идентификаторы и также два пин-кода. Один для запросов, второй для цифровой подписи. Биометрические документы также своим владельцам предоставляют право совершать юридические значимые действия на удаленном доступе. Заявки принимают на Лунькова 6. Специалисты на месте делают фото, снимают отпечатки. Здесь же ставится электронная подпись. Биометрический документ делается в два раза быстрее, чем паспорт на бумажном носителе. Максимальный срок изготовления 15 календарных дней. Ускоренный 5. Выдается на 10 лет детям до 14 на 5. Страсти на льду. В Бобруск-арене срадятся 4 команды МХЛ. Турнир на призы председателя госполкома пройдет с 1 по 3 августа. В нем примут участие наш динамошинник, тайфун из Владивостока, стальные лисы, магнитогорск и московские крылья советов. Расписание матчей на сайте Боберлайф. Приглашаем всех поддержать нашу команду для того, чтобы наш кубок остался на Бобруйской земле. Ну и, конечно же, насладиться красивым хоккеем. Билеты можно приобрести в кассе Бобруйск-арены. Стоимость 2-3 рубля. Фан-сектор и детский до 14 лет обойдется всего в один. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»